Весьма рельефно выступающий в новой истории антагонизм между Западной и Восточной Европой, резко выдвигающийся противоположным интересам и культур романо-германской и грехославянской, в первый раз обнаружилось в эпоху крестовых походов, а нынешнее политическое и религиозное влияние католических стран на Востоке началами своими восходит в той же эпохе. Религиозная национальная вражда к мусульманству, озушевлявшая первых крестоносцев и поддерживавшая их в перенесении громадных лишений и потерь, скоро уступила место другим побуждениям, которые, однако, оказались нисколько не слабее первых и продолжали увлекать на Восток новые и новые западные ополчения. Когда первоначальная цель крестоносного движения перестала быть руководящим мотивом, выдвинулись на первое место политические соображения. Не об Иерусалиме и не об освобождении гроба Господней из рук неверных стали помышлять вожди крестоносцев, об основании независимых княженей на Востоке, о завоевании Византии, наконец, о торговых преимуществах в областях византийских и мусульманских. Таким образом, с точки зрения восточноевропейской истории, эпоха крестовых походов представляет собой любопытнейший эпизод борьбы между Западом и Востоком, борьбы, которая еще не окончилась и поныне, и продолжается в наших глазах, соединив разнообразные интересы, как религиозные, так и политические и торговые, в так называемом «восточном вопросе». Ввиду указанного, крестовые походы и с точки зрения русской истории получают важное значение, как эпизод столкновения двух миров и поныне разделяющих господство в Европе и Азии, и как вступительная глава в историю «Восточного вопроса», в разрешении которого России суждено было принять деятельное участие.